В центре внимания одна из величайших битв Второй мировой войны, которая длилась 200 дней. В ней сгорела миллионная армия фельдмаршала Паулюса. Это было одно из самых кровопролитных сражений в истории. И оно кардинально изменило ход всей войны в пользу советских войск. И пусть победа досталась дорогой ценой. Красная армия захватила инициативу в свои руки. Десятки тысяч человек полегли под руинами сталинградских домов между Волгой и Доном. Сотни тысяч были ранены, многие пропали без вести. Но в экспозиции «Волжский рубеж», представленной ингушской интеллигенцией, российская государственная библиотека искусств отражена вовсе не историческая сторона Сталинградской битвы, а ее культурное содержание. Какую роль «Волжский рубеж» сыграл в истории развития российского искусства? То, что Сталинград стал таким творческим, креативным толчком для искусства, оно не случайно. И это породило очень значительное произведение, вошедшее вообще в целом в историю не только отечественной, но и мировой культуры. Среди сражавшихся в осажденном городе было много выходцев из ингушетии, чьи подвиги становятся известны только в наши дни. На Мамаевом кургане, где проходили самые ожесточенные бои, несколько лет назад состоялось торжественное открытие Стеллы, где увековечены имена 84 ингушей-защитников города. Все эти детали нашли отражение и в выставке «Волжский рубеж». Это подарок Российской государственной библиотеке искусств 25-летию региона. Очень вам благодарна за ту миссию, которую вы сегодня оставляете здесь, в Ингушетии, за руку помощи методической, практической, я бы сказала, человеческой, которой вы обладаете. И я глянула краем глаза на перечень литературы, и я была совершенно шокирована наименованиями в этих изданиях, этих книг, 100 оперных либретов. Это просто мечта. Библиотечные фонды связаны давними узами дружбы. Именно РГБИ еще в годы становления национальной библиотеки имени Джамалдина Яндеева одной из первых передала в дар ингушским коллегам целую коллекцию методической литературы по искусству. Конечно, это культурное событие. Конечно, мы очень благодарны тому, что есть желающие люди приехать к нам. Нам очень важно мнение о библиотечном деле, о формировании структуры национальной библиотеки, о формировании внутренних процессов и организации внутренних процессов такого квалифицированного, очень авторитетного специалиста в библиотечном деле, корифея библиотечного дела. В экспозиции представлены все виды искусства, начиная от литературы до документальных и художественных фильмов, даже находясь на фронте под вражескими обстрелами. Солдаты на бумаге передавали последующим поколениям, что из себя представляет война и как она отражается в судьбах людей. А позже литературные произведения с библиотечных полок становились мотивами великих произведений искусства. Роль библиотек в этом направлении неоценима. Об этом говорят и наглядные примеры. Художники сцены, кино, например, Ираклий Андроников, например, Олег Николаевич Ефремов, Олег Павлович Табаков, Марк Анатольевич Захаров, Александр Анатольевич Ширвиндт. Это все наши давние читатели. И когда мы задаем вопрос, считают ли они библиотекаря, соавтором своих произведений, ни один из таких корифеев, которые строят нашу культуру, никогда не сказали, что при чем здесь библиотекаря. Помимо творческой интеллигенции, в зале национальной библиотеки депутаты народного собрания, роль книг в воспитании подрастающего поколения велика, а экспозиция РГБИ к 75-летию Сталинградской битвы может открыть им неизведанные ранее страницы истории. Поэтому передвижной стенд посетит практически все учебные заведения республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Просветительское образовательное мероприятие Российская государственная библиотека искусств приурочила к трем значимым датам – 25-летию со дня образования Ингушетии, 75-летию Сталинградской битвы и собственному 95-летнему юбилею. Гости пробудут в республике еще несколько дней. За это время запланировано ряд акций во всех библиотеках республики – экскурсии, а также лекции и семинары. А следующее просветительское мероприятие библиотека искусств обещало провести уже в новом здании нацбиблиотеки. И по доброй традиции к ее открытию передать в фунт еще одну коллекцию методической литературы. Передай Миржева, Рахман Суров, Новости 24.